Вопрос. По каким причинам разрешено разговляться в месяц Рамадан? Ответ. Хвала Аллаху. Воистину Аллах, обязав поститься только тех, кто способен соблюдать пост, дал облегчение своим рабам. Он позволил разговляться тому, кто не может поститься по уважительной с точки зрения шариата причине. Уважительными причинами являются следующие перечисленные. Первая причина – болезнь. Болезнью называется любое состояние, противоположное здоровому. Ибн Кудама сказал, все ученые единодушны в отношении того, что больному в целом дозволено не поститься. Основа в этом вопросе слова Всевышнего Аллаха, а если кто из вас болен или находится в пути, то пусть поститься столько же дней в другое время. Сура Аль-Ба'кара, аят 184. Саляма Ибн-Уль-Аква, да будет доволен им Аллах, сказал, когда был неспослан аят, а тем, которые способны поститься с трудом, следует в искупление накормить бедняка, Сура Аль-Ба'кара, аят 184. Люди, желающие разговляться, не постились и кормили бедняков во искупление. Так продолжалось, пока не был неспослан последующий аят. В месяц Рамадан был неспослан Коран, верное руководство для людей, ясные доказательства верного руководства и развлечения. Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен или находится в пути, то пусть поститься столько же дней в другое время. Сура Аль-Ба'кара, аят 185. Этот аят отменил предыдущий. Поэтому больному, который боится, что его болезнь усилится или исцеление затянется, или пост повредит какому-либо органу его тела, следует разговляться. Ему желательно, то есть является сунной, не поститься, а пост для него порицаем, так как, возможно, это приведет к его гибели, а от этого необходимо предохраняться. При сильной болезни больному дозволено прервать пост, и если же здоровый человек боится трудности или усталости, то это не освобождает его от поста. Это в случае, если из-за поста человека постигает только сильная усталость. Вторая причина – путешествие. Путешествие, из-за которого дозволено не соблюдать пост, должно быть, первое, длинным, то есть таким, в котором дозволено сокращать молитвы. Второе, путник не должен иметь намерения остаться проживать где-либо на протяжении всего путешествия. Третье, путешествие не должно содержать в себе грех и не иметь греховной цели, по мнению всех ученых, так как разговение – это разрешение и облегчение, которого не заслуживает тот, кто совершает грех посредством своего путешествия. К примеру, если человек вышел в путь ради воровства. Согласно единодушному мнению ученых, разрешение не поститься во время путешествия отменяется. Первое, при возвращении путника на родину, где он постоянно проживает. Второе, если путник решил проживать постоянно где-либо или проживать в одном месте какое-то время, при условии, что это место пригодно для проживания. Таким образом, он становится проживающим там, а значит, совершает полностью, а не сокращает молитвы. Постится, а не разговляется в месяц Рамадан, так как его путешествие прекратилось. Третья причина – беременность и кормление ребенка грудным молоком. Ученые единодушны, что беременная и кормящая мать могут разговляться в месяц Рамадан, при условии, что они боятся навредить постом себе или своему ребенку, или боятся, что заболеют или усилят свою болезнь. Или что пост приведет к гибели. Доказательство дозволенности им не поститься содержится в аяте, а если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Сура Аль-Бакара, аят 184. Под болезнью не подразумевается только болезнь. Больной, которому пост не наносит вреда, не должен разговляться. Под болезнью подразумевается такое состояние, когда пост вредит. Это и есть болезнь, которая подразумевается в аяте. Если подобное присутствует у беременных и кормящих матерей, то им дозволено не поститься. Доказательство тому, что при беременности и кормлении грудью дозволено разговляться, упоминается и в хадисе от Анаса ибн Малика Аль-Каби, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, сказал, «Воистину Аллах освободил путников от поста и половины молитв. А беременных и кормящих грудью женщин освободил от поста». Четвертая причина – старость и старческая немощь. Под старыми и немощными пожилыми людьми подразумеваются дряхлые старики, у которых исчезла сила, или которые близки к смерти, или с каждым днем все более приближаются к ней. Также в эту категорию входят больные, которые не надеются на исцеление, и старухи, престарелые женщины. Доказательство тому, что подобным категориям людей дозволено заменить пост кормлением, находится в словах Всевышнего Аллаха. «А тем, которые способны поститься с трудом, следует во искупление накормить бедняка» Сура Аль-Бақара, аят 184. Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал, «Этот аят не отменен. Он касается престарелого старика и старухи, которые не могут поститься. Они заменяют каждый день поста кормлением одного бедняка». Пятая причина – угнетающий голод и жажда. Тот, кого мучает чрезмерный голод или сильная жажда, может поесть столько, сколько ему необходимо для устранения опасности гибели, и воздерживаться оставшуюся часть дня. Под угнетающим голодом и жаждой подразумевают неспособность встретить ожидаемого врага или оказаться в окружении. Если воин точно знает или сильно предполагает, что случится битва с врагом и боится неспособности сражаться из-за поста, то он, даже будучи путешественником, может прервать пост перед сражением. Шестая причина – принуждение. Это принуждение другого человека посредством угроз к действию или оставлению действия, которого бы он не совершил. Продолжение следует...